Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. Помяне Господи царя Давида и всю кротость его. И сегодня мы будем изучать 28-й псалом. Надписание, что это псалом Давида, есть в Септуагинте, есть в славянской Библии и есть в еврейском тексте. Он начинается словами «Мизмор ле Давид», то есть «псалом от Давида». Но в надписании «Септуагинты» и в славянском говорится на исход скиния. Что это означает? С одной стороны, можно предположить, что речь идет о перемещении ковчега Завета при Давиде, то, что описано во второй книге «Царство», шестая глава. А с другой стороны, иногда вот эти слова, они прочитываются, например, вот посмотрим, как в Синодальной Библии при окончании праздника кущей. То есть этот текст можно понять и как на перенесение ковчега Завета, составленный псалом, или же при окончании праздника кущей такое решение находит Синодальный перевод. Но мы читаем псалтырь с вами по Септуагинте в переводе Юнгерова, потому что этот текст наиболее близок к церковнославянскому. Но в любом случае, как бы установить до конца причину написания этого псалма достаточно сложно. И мы читаем начало. «Принесите Господу сыны Божии, принесите Господу молодых овнов, воздайте Господу славу и честь». Здесь мы видим, что говорится о сынах Божиих, по-еврейски «бней-элогим». Но под сынами Божьими чаще понимаются правители земли, то есть князья, цари, вельможи. Такое истолкование нам предлагает и толковая православная Библия, преемников Лопухина. Поэтому можем отнести этот псалом к тексту, который должны читать вельможи, князья и цари. Потому что действительно принести Господу молодых овнов, воздать Господу достойную славу и честь – это как бы и обязанность царей, царя, князей и вельмож. И перевод с Масорецкого «воздайте Господу сыны сильных, воздайте Господу славу и мощь». То есть то, что вы имеете, вы это получили от Господа, и ему этим служите. То есть если человек имеет положение князя в народе или положение царя в народе, вельможи, вот этой славой и честью он должен послужить Богу. «Воздайте Господу славу имени Его, покоритесь Господу во святом дворе Его». То есть когда люди входят во дворы Дома Господня, здесь они проявляют покорность, они должны оставлять оружие, нельзя входить в святой храм для того, чтобы обозначить свой статус. Здесь как бы все оказываются в таком равном положении. «Поклонитесь Господу во святом дворе Его». «Глаз Господа на водах, Бог славы возгремел, Господь возгремел на водах многих». Вот этот текст мы слышим, когда совершается большой чин освящения воды на Богоявление. Вот лишний раз мы убеждаемся в том, что многие церковные песнопения, в требнике, в чинах таинства, они просто берутся из псалмов Давида. «Глаз Господа крепок, глаз Господа великолепен». А что такое «глаз Господа», когда мы говорим о «глазе Господа», что же имеется в виду? Имеется в виду, когда Господь начинает собеседовать со своим творением. И когда Он это делает, здесь речь идет не о речевом каком-то аппарате, а речь идет о том, что воля Бога проникает в наше сознание, когда Он начинает возглашать по отношению к нам. «Глаз Господа крепок, глаз Господа великолепен, глаз Господа сокрушает кедры и истребляет Господь кедры ливанские». Надо сказать, что вот эти кедры — это самые могучие, крепкие среди народов люди. Это такой образ, сравнение с этими деревами. Есть вот эти кедры ливанские на земле Израиля, они там растут. И хотя в других местах есть еще, скажем так, более могучие деревья, а вот на земле Израиля — это самые крепкие, то, что называются, ливанские кедры. Но на самом деле это как бы некий такой эфемизм, что Господь может истребить любого гордеца, который превозносится тем, что он сильный в этом мире. А так как это наставление князьям, царям, вельможам, то это звучит как предупреждение по отношению к их власти. Сейчас они в силе, а что с ними будет завтра? «Глаз Господа сокрушает кедры», то есть гордо превознесенных, «и истребит Господь кедры ливанские», то есть самых могучих среди народа, «и сотрет их в прах, как тельца ливанского, а возлюбленный Израиль, как сын единорога». Святитель Василий Великий, блаженный Феодорит, под тельцом ливанским разумели тельца, слитого Аароном и сожженного Моисеем. И действительно мы помним, что потом, когда уничтожили этого тельца, там все стерли это в прах, чтобы ничего не осталось, потому что и дал поклонство это страшное явление. «Возлюбленный Израиль, как сын единорога». Феодорит Кирский пишет, «возлюбленный Богом еврейский народ не подвергнется Божию наказанию, а будет непобедим, как единорог, пока он верен Господу». Имеется в виду ветхозаветный период, то есть пока они сохраняли верность Богу, Бог сохранял верность им. Но когда они нарушили волю Бога, то их царство было стерто с лица земли. «Глаз Господа высекает пламя огня». Обычно огонь в применении к Богу – это свидетельство о божественной ревности. И действительно в Писании сказано, что Господь есть огонь поедающий. «Глаз Господа потрясает пустыню». Это как бы напоминание о хождении по пустыне. «И потрясает Господь пустыню кадийскую. Глаз Господа укрепляет оленей и обнажает дубравы». Здесь мы видим, что один и тот же глаз потрясает, он испепеляет, а кого-то укрепляет. Кого-то укрепляет, то есть кого-то поддерживает. «Глаз Господа укрепляет оленей и обнажает дубравы, то есть делает свободный проход для этих оленей через эти дубравы. И во храме его всякий возвещает славу его, то есть и князь, и простолюдин, и царь всякий. Господь потоп населяет и будет восседать Господь как царь вовеки». Что значит Господь потоп населяет? То есть он восседает как бы над водами потопа, как грозный судья, и будет восседать Господь как царь вовеки, то есть его суды не прекратятся. И как первый мир, он был уничтожен в воде, второй мир, он сберегается для огня. И последний стих этого короткого псалма. «Господь крепость людям своим даст, Господь благословит людей своих миром». То есть благословение — это прежде всего мир. Имеется в виду мир между людьми и Богом, который достигается посредничеством Христа Иисуса, Сына Божия, и мир между людьми и людьми. Вот все это простекает от Бога. Как в Новозавете часто говорится, что мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Как бы другого источника подлинного мира не существует. Потому что мир в человеческом понимании — это всегда подготовка к новой войне. Перемирие вообще заключается для того, чтобы перегруппировать какие-то войска, поменять позиции, подвести боеприпасы. А мир, который от Господа воцарится, як он на небеси и на земли, он уже никогда не прекратится, когда будет новое небо, новая земля и новый Иерусалим — город, сходящий с небес от Господа.